Панель выравнивания В этом уроке мы рассмотрим панель выравнивания, которую можно включить через верхнее меню «Окно» «Выравнивание», либо с помощью горячих клавиш «Ctrl» «Плюс К». Как видите, данная панель имеет очень много настроек, о которых мы и поговорим. Для начала нарисуем несколько кнопок различной длины и ширины. Затем выделим все эти нарисованные формы. Отобразим панель выравнивания и, например, выключим опцию «Выделить и распределить в пределах рабочей области». Данная опция применяет выравнивание относительно ко всей сцене. Теперь выровняем наши формы по верхнему краю, нажав на иконку слева. Сразу станет видно, как формы автоматически будут выровнены по верхнему краю. Чтобы данные формы выровнять по нижнему краю, то нужно нажать на иконку справа. Точно так же, если хотите, чтобы центр фигур находился на одном уровне, надо нажать на иконку посередине. Теперь включим опцию «Выделить и распределить в пределах рабочей области» и применим выравнивание по верхнему краю. Таким образом, формы будут выровнены еще и по верхнему краю сцены. Также можно выравнивать и по вертикали, но уже пользоваться этими тремя иконками. Выравнивание по левому краю, по центру и по правому краю. Опция «Промежуток» позволяет выравнивать объекты на равном расстоянии друг от друга по горизонтали или вертикали. Опция «Подобрать» позволяет выравнивать размер фигур по соотношению друг к другу или к монтажному кадру. Если включена опция «Выделить или распределить в пределах рабочей области». Опция «Распределить» распределяет координату формы на заданном расстоянии. Продолжение следует...